ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году цены на новые легковые авто вырастут минимум на 10-15%. Об этом сообщило издание Автоньюз со ссылкой на специалистов одного из банков. В прошлом году машины подорожали в среднем на 23%. Ситуация с дефицитом тоже останется напряженной. Уже сейчас ясно, что многие покупатели получат свою новенькую ласточку не ранее 2023 года. ТРАССА СТО ОДИН Российские автомобилисты чаще всего недовольны тем, что другие водители не пользуются указателями поворота. На второе место участники социологического исследования поставили такой раздражающий фактор, как подрезание, сообщает газета РУ. Далее идут небрежная парковка и движение по обочине. Более половины респондентов признались, что каждая поездка на авто вызывает у них стресс. ТРАССА СТО ОДИН Компания Opel запатентовала в России новое поколение кроссовера Mokka. Однако не факт, что машина будет у нас продаваться. Сейчас немецкий бренд официально представлен в нашей стране шестью моделями, среди которых два паркетника Crossland и Groundland X. Новый Mokka получился чуть компактнее предшественника. Оснащается он бензиновыми моторами мощностью либо 100, либо 130 лошадиных сил. Также есть дизель и полностью электрический агрегат. ТРАССА СТО ОДИН В Липецкой области может быть налажено производство электромобилей китайского бренда Sakon. Якобы делать там будут сразу пять моделей, в том числе кроссоверы. Один из них носит название SF5. Он имеет длину почти 5 метров. Оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью более 500 лошадей. Запас хода около 1000 километров. Ранее, добавлю, сообщалось о том, что китайские специалисты совершили прорыв в производстве аккумуляторных батарей для электрокаров, благодаря чему они значительно подешевели. ТРАССА СТО ОДИН Индия станет первым в мире государством, где разрешена продажа новых легковых автомобилей минимум с шестью подушками безопасности. Для сравнения, в России сейчас требуется хотя бы один аирбэк для водителя. Из-за нового правила, которое должно вступить в силу осенью этого года, машины в Индии заметно подорожают. Эта страна, кстати, удерживает лидерство по числу погибших в ДТП людей. Речь идет примерно о 150 тысячах жертв ежегодно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН